Каждый раз одни собираются отдыхать где-нибудь на Волге, другие на Байкале, третий, скажем, в Карелии, но все они почему-то встречаются в Сочи, в переполненных санаториях. Санатории, как вам известно, бывают сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, нервные и 30-процентные. Комнаты в санаториях бывают одиночные и общие, одиночные на двух человек, на трех, на четырех и проходные. Между двумя общими. Санаторий, в общем-то, все различные, но режим в них один, строгий. Нельзя петь после отбоя и свистеть до подъема. Нельзя далеко заплывать и долго загорать. Нельзя нырять и выныривать. Нельзя опаздывать к завтраку, обеду и ужину. Нельзя приносить с собой и распевать, уносить и доедать. Нельзя являться на танце женщинам в брюках, а мужчинам без, то есть в шортах. Нельзя приводить вечером, а выводить утром. Все остальное можно по разрешению врача. Люди, которые ездят на юг без путевок, называются дикарями. Это дикие люди. Каждый человек хочет есть, а дикий особенно, хотя бы раз в сутки. Поэтому дикий человек едет на юг не для отдыха. Он едет добывать себе пищу, жилище и развлечения. Но дикому человеку совершенно необязательно соблюдать режим. Он может не вставать к завтраку до самого ужина. К ужину он может тоже не вставать. Он может плавать в море до посинения и загорать до облизания. Все остальное он тоже может, если позволяет здоровье. Каждое утро все отдыхающие стремляются к морю. Линия, где сливаются два моря, море людское и море черное, называется пляжем. Здесь яблоку негде упасть. Но человек не яблоко упадет где хочешь. Ну, народище, ой, ну, ой, а вы что тут лежите? Вредно под солнцем так долго лежать. Я и не лежу, я спотнулся и упал, а на меня наступили. Ладно, бросьте разыгрывать. Я здесь уже три часа стою, а вы все лежите. Вот вы с меня сойдете, я и уйду. Гражданка, что это за безобразие? Ваш ребенок взял и закопал мою рубашку в песок. Гражданка, я с вами разговариваю. Извините меня, пожалуйста, это не мой ребенок. Мой ребенок вон там, он в вашей шляпе вишни моет. Разговоры, разговоры на пляже, но все голоса перекрывает голос репродуктора. Молодой человек, молодой человек с бородой, с плащом и с портфелем, не заплывайте за буйки. Гражданин, куда вы выехали на велосипеде? Море давно кончилось, это набережная. Товарищ, куда вы плывете на этом матрасе? Он же не надувной. Товарищ, я кому говорю, вылезьте из-под одеяла, гребите к берегу. Юноша на водных лыжах, уступите лыжню теплоходу Шатару Ставели. Товарищи, кто нашел мальчика Колю, шести лет, убедительной просьбы до окончания отпуска обратно не возвращать. Товарищи, помните, если вода в море холодная, вода надо заходить постепенно. Сначала дети, потом жена, а потом вы сами. Из всего сказанного ясно, что южный отдых можно устроить у себя в городских условиях, не выезжая на юг. Для этого закройте двери и окна, чтобы в квартире стало душно. Налейте в таз воды и опустите туда ноги. Если вода дойдет вам до щиколотки, значит, вы на Рижском взморье. Если до колена, значит, вы в Евпатории. А если у вас большая семья, и каждый норовит поставить ноги в таз, значит, вы в Сочи. Продолжение следует...